Безголовый тревел-семиструн с мультимензурой и сквозным грифом. Как тебе такое, Илон Маск? Чудо-тревел-гитар называется Изо, и сделан он в творческой гитарной мастерской Дениса Малыгина в Москве специально для знаменитого гитариста Олега Изотова. Кстати, смотрите моё расширенное интервью на канале с Олегом. Вам понравится. Но вернёмся к гитаре. Гриф у гитары сделан из клёна свенги, сквозной, как уже было сказано. И это очень удобно, потому что пятка не мешается, доступ к ладам шикарный, и профиль грифа очень-очень скоростной, скажем так. И радиус тоже. Уши у деки, потому что всё, что есть у деки, это уши, сделанные из дерева кая. Накладка на грифе, кстати, палисандровая, ладов 25. Мензура, веерная, очень удобная. 25,5 дюйма на стороне тонких струн и 27 дюймов на стороне толстых струн. Единственный звукосниматель, который на гитаре установлен, производство Джексон. И ваши глаза вас не подводят, единственная крутилочка громкости выполнена под охотничий патрон. Прикольно. Железо, то есть бридж здесь с Алиэкспресс. Но об этом бридже я уже подробно рассказывал в прошлом обзоре гитары гитариста Черного Обелиска. Посмотрите, думаю, вам будет интересно. Вкратце, бридж в принципе нормальный, но люфтит. Однако выбор в пользу именно этой фурнитуры был сделан в момент заказа данной электрогитары. Со спецификациями покончили. Давайте послушаем данную электрогитару в миксе. Играю я, как обычно, через свой любимый VST-плагин Amped Roots. Поехали! Пожалуйста, напишите мне в комментариях, как на ваш вкус данная гитара прозвучала. Хватает ли тела и объема в звуке? У электрогитары со столь необъемной декой и вообще отсутствием привычных частей. Ну, а я думаю, лучше всего вне микса гитару лицом, так сказать, продемонстрирует ее владелец Олег Изотов. Прошу любить и жаловать. Мои финальные мысли по поводу данного инструмента. Как тревел гитара отлично. По длине можно даже запихнуть в экстра огромный чемодан для того, чтобы лететь на самолете с этой гитарой и сдать чемодан в багаж. Здорово! Гитара легкая, гитара удобная. Играть очень приятно профиль грифа, любимый айбанезовский. И веерность комфортная. Настроить гитару можно в разные строя. Шибко низкий и не очень низкий. И все это звучит замечательно. Однако, расстраивает китайская фурнитура. Могла быть и получше, но я об этом уже в прошлом обзоре подробно рассказывал. Не буду заново это пережевывать. Итого, гитара, на мой взгляд, на твердую четверку. Как тревел, зашибись. Как мультимензур, тоже зашибись. Как основной инструмент, наверное, нет. Все-таки тревел имеет свои очевидные ограничения. Такие, как упрощенная электроника и сильно уменьшенная дека, с которой не так комфортно, как с декой стандартных размеров. Но те, кто хоть раз держал в руки любую тревел-гитару, меня поняли. Все ссылки на производителя в описании. Вообще, все всегда есть в описании. Представьте себе, там столько всего полезного. Загляните, не пожалеете. И смотрите мой YouTube-канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok